чеки как помните фильм о чем говорят мужчины алё поешь там девчонки там в отрадном тыры-пыры какой-то отрадная какие-то девки левые завтра с утра вставать вот но вы не забывайте что у героя этого фильма позади до разгульной молодости вас вообще ничего нет ну вот во первых вы вам мешает найти того единственного вы сами следующий момент предположим там я не знаю вас домкратом с дивана подняли подружки вас уговорили заговорили и там я даже не заколдовали да и по какой-то неведомой причине вы в своем напряженном графике работа диван работа диван работа диван иногда знаете фитнес до нашли окошечко и пошли на это свидание приходите на это свидание а сейчас я буду говорить про женщин женщина приходит на свидание мужчина приходит на свидание кстати интересное будет сочетание мужчина приходит на свидание кстати вы что думаете девчонки мужчина который приходит на свидание он не знает что ли что вы его будете оценивать с точки зрения платежеспособности с точки зрения его статуса достижений с точки зрения охотник он или нет будет вас завоевывать или нет он все прекрасно знает и он готов себя проявлять при определенном случае он следит за поведением женщины до дает она ему какие-то знаки зеленого света или нет проявляет она к нему интересы или нет проявляет она какую-то ну минимальную инициативу ответную или нет ну вот и если женщина сидит такая как замороженная замороженная вот и никаких ответных движений не проявляет то мужчина смотрит на нее думает так ну это я не нравлюсь чего буду время терять пойду искать следующую что это время чувствует замороженная особо она в это время сидит и чувствует что ее приперли к стенке что я вот на этом сейчас первом или втором свидании прямо сейчас нужно принять решение вот этот вот но не на не конечно не секс бог да но и не совсем уже отстой какой-то средненький мужчинка на ну что-то там предлагает он сидит там распинается на свидании да и нужно срочно сейчас решить будет ли он дедушка ее внуков будет ли он ее мужем на всю жизнь да она как бы надо ли ей вкладываться в эти отношения или нет и я это очень страшно потому что здесь у нее записано от мамы что замуж нужно выйти только один раз и женщина нашего рода не разводится вот здесь вот у него написано от бабушки что секс нужно делать только после свадьбы вот здесь вот у него написано от папы что если она просто так будет сожительствовать с мужиком то он за одну ногу ее привяжет к одному вагону за другую к другому и эти вагоны разъедутся все вместе вот этот колпак у нее на голове называется венец безбрачия вагону за другую кружку